Мы избавились от всего барахла. Ёлки-маталки, этот пень просто жесть. Да это целое дерево. Мы продаем это, и вот это, а еще вот это и вон то. Пожертвуем, пожертвуем, пожертвуем. Ноги, а сейчас разбежались. Все верно. Большие вещи грядут. Или, мне положено сказать, простые вещи грядут. Мы с Натали решили избавиться от всего и вся. Что-то раздали, что-то продали, иначе говоря, избавились практически от полного собрания наших владений. Этот дядя нас покидает, так что мы теперь без подставки по телек. Хорошо, Нат, объясни, что за ужас у нас тут творится. Эмм... Это был мой типичный разговор с женой. Нат сейчас сворачивает горы, выставляет наши вещи на продажу. Нам дали небольшую фору, около недели с хвостиком, прежде чем мы выселимся. Если быть точным, у нас в запасе 11 дней до переезда. Сейчас доиграемся, и прилетят заявки на 4 кухонных стула, твое офисное кресло, и то дерево растения. И все уедет сегодня, и здрасте, нам не на чем сидеть, чтобы просто поработать. Я-то могу и на диване поработать, ну а ты, получается, стоя свои монтажики будешь пилить. Ну и ништяк, эксперимент минималиста. Так что, посмотрим. От чего и стоит избавиться, так это от старых инструментов продаж. Все мы хотим получать удовольствие от процесса покупок, а по итогу получаем недовольное лицо менеджера, которого еще надо уговаривать тебе что-то продать. Парадокс. Руководство компании вкладывает огромные деньги для привлечения новых клиентов, а толку-то, если менеджер просто сидит на ЗП, да и работает абы как. Для решения этой проблемы есть АМОСРМ. Система сама запомнит всех обратившихся клиентов, сохранит всю историю общения и напомнит менеджеру, когда надо перезвонить. АМОСРМ позволяет общаться с покупателем там, где удобно именно ему. Например, в популярном мессенджере Телеграм или Ватсап. Вы больше не зависите от настроения и навыков менеджера. Хороший продавец – здорово. Плохой – тоже не проблема. АМОСРМ выполняет большинство типовых действий автоматически. Уникальная функция Digital Воронки сама напишет клиенту, покажет таргетированную рекламу в социальных сетях и подскажет менеджеру удачный момент для звонка. Встроенные в АМОСРМ боты могут сами отвечать на типовые вопросы. А после недавнего обновления появилась возможность следить за всей аналитикой с экрана Apple Watch или Smart TV, а также автоматически генерировать документы и следить за действиями клиента на сайте. И это далеко не все нововведения. Для ознакомления с полным списком переходи на сайт АМОСРМ. А чтобы прощупать все его преимущества, в описании оставляю ссылку на регистрацию 14-дневного пробного доступа. Ну а мы продолжаем. Я уже предвосхищаю твой самый главный вопрос. Зачем? Почему ты от всего избавляешься? И это отличный вопрос. Каюсь. Хоть я минималист, а Натали очень осознанно подходит к своим покупкам, у нас все равно дофига вещей скопилось, которые годами приносили нам пользу. Диваны, мебель, лампы. Все, что до этого времени мы покупали, мы покупали обдуманно. Так что расставаться с ними было непросто. Но причина, по которой мы это сделали, которая нас побудила, это наша поездка в Сидней, Австралия. Мы хотим быть поближе к семье. Уже два года прошло с нашей последней поездки в Сидней. Так что мы хотели сделать все возможное, чтобы провести как можно больше времени с нашей семьей и друзьями. К тому же попасть в Австралию сейчас далеко непросто. С этим карантином, гостиницей на две недели, а эти перелеты тоже неплохой удар по карману. Так что мы пока не думаем о возвращении в Калифорнию. Собственно, это и сподвигло нас к идее. Эй, а почему бы нам не избавиться от барахла? Смотрите, вот так в настоящее время выглядит наша спальня. Мы продали раму кровати и мы продали шкаф. А так как мы его продали, вещи мы теперь кидаем вот сюда. Думаю, что при нормальных обстоятельствах все это могло меня огорчить, что я бросаю одежду в кучу на пол. Но если вспомнить, в какое время мы живем и сколько стресса на последнюю неделю пришлось. Вообще, по барабану, ты просто делаешь то, что должен. Иногда ты должен скидывать все в одну кучу, чтобы позже в ней разгребстись. Что же, Натали? О чем поговорим, Мэтка? Это самое? Поговорим о сексе, детка. Поговорим о мне и тебе. Каково тебе осознавать, что мы двигаемся к новой главе, в которой мы, может, год, а может, два не будем владеть кучей разных вещей? Для меня... В этом году мне стукнуло 30. Не то, чтобы это меня сильно волнует, но я считаю, что ты должен взять на себя груз, чтобы испытать чувство движения вперед. И мне нравится работать с этим ощущением, чтобы напоминать себе, что... У меня есть выбор. На другой стороне меня ждет настоящая свобода. Возможно, это эксперимент. Возможность найти свободу в жизни, более яркой и кочевой. Возможность путешествовать между странами и, знаешь, прочувствовать это. Но все же, в каком-то смысле, это удар по моему самолюбию. Типа, твой адрес, ни дома, ни улица. Ну ты понял. Где же мы будем жить? Да, то есть это захватывает, но все же присутствует только тревоги, стресса. По поводу... А... Если мы не можем осесть и купить дом, тогда как же у нас дети появятся? Или мы летим в другую страну, а мы даже не знаем города, в котором жить собрались. И отсюда мысли. А как нам планировать тогда жизнь? И напрашивается вопрос. А что такое два года в нашей жизни? И сейчас, в данный момент, во мне уживаются 80% тревоги и 20% нетерпения. Ведь столько еще предстоит сделать, прежде чем я обрадуюсь этому переезду. Это точно. Чрезвычайно радикальная перемена. И... Если ты давно смотришь этот канал, ты знаешь, что я из тех, кто при стрессе склонен к тревоге. Так что... Стараюсь изо всех сил, чтобы не пропустить что-нибудь ненароком. И думаю, что эта двухнедельная эпопея продаж, расхламления и прочих способов избавления от вещей плавно меня подготавливает к этому ураганному переезду. Так что, чем ближе я к самолету, тем быстрее процентаж перевернется в... 80% нетерпения и в 20% стресса. Но до этого момента работы у меня целый вагон. Окей, это часть моего оборудования на продажу. Это у нас Си-200. Еще одна Си-200. Я использую эти камеры для подкастов. Использовал, точнее. И парочка другого подкаста оборудования. Это GoPro, это стабилизатор. Идея с заделом на будущее заключалась в турне по миру на самом возможном и строгом легке. Всего с парой вещей в рукаве. Конечно, я все так же буду нуждаться в съемочном оборудовании и подобной всячине. И нам, возможно, понадобится небольшое хранилище для свадебного платья Натали, некоторого оборудования, некоторых компьютеров, которые я не могу взять с собой. Так что мы по-любому пару вещей заскладируем, пока не вернемся обратно в Штаты через пару месяцев. Но со всем остальным мы расстаемся. У меня скопилась целая гора жестких дисков с проектами самых бородатых годов, которым уже по 10 лет. У меня их, в общем, штук 40. Включая эти маленькие от Western Digital. Самые первые были объемом около 2 терабайт. Так что я решил... приобрести 4 жестких на 18 терабайт. И мне хватило всего трех, чтобы уместить на них все старые проекты. Плюс к этому старые я прошерстил, почистил, цифровой минимализм зарешал. Тебе нравится затея? Потому что... Понятное дело, что это стресс, тревога, рука в обруку, сопровождающая эту поездку. Мы никогда такого не делали. Это прям просто обалдеть, какая затея, даже по моим стандартам. Когда мы полностью избавляемся от 95% наших вещей и начинаем с нуля. Но нет, худо без добра. Мы все-таки едем в Австралию повидаться с семьей. Ой, скорее бы. А, скорее бы уже. Я о том, что прошло уже два года, как мы не были у себя на родине. Я давно не видела мою... Мою семью. Родителей больше года. Моего брата и сестру Лорен. Два года. У меня появилась племяшка, с которой надо повидаться. Я не видела своих друзей два года. Так что, мне уже не терпится поехать домой. Не терпится. Давай добьем петюню башкой. Эй, ребята, пока вы еще не убежали, у меня для вас просто большущая-пребольшущая новостина. Последние три года я работал над своей новой документалкой под присмотром Нетфликса. И выходит она 1 января 2021 года. И ее трейлер уже вывален. Если захочешь глянуть трейлер, я оставлю ссылку в комментах. Так что смотри, комментируй и делись любовью. А если хочешь еще одну услугу мне оказать, пока не ушел, зайди на Нетфликс и добавь мою картину в список ожидания, чтобы посмотреть ее сразу, как она выйдет 1 января. И я счастлив поделиться моим творением с тобой, плодом моей любви последних трех лет, с которым ты наконец-то можешь ознакомиться. Большое спасибо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!